В андроиде есть такая очень классная штука, как менюс. Например, когда вы не хотите, или у вас много иконок, или не вы хотите вот все эти иконочки выставлять в топ-обаре или в ботом-обаре, в зависимости от того, что вы используете, есть возможность установить одну иконку при клике, по которой выходили бы на экран другие элементы. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Так что давайте. Все, что нужно сделать, это нам найти, во-первых, иконку, ну можно три точки, можно вообще любую иконку для этого использовать, но по смыслу, чтобы подходило. Drawable, правая кнопка мыши, New, и давать вектор, векторные иконки сюда. А давайте вот такую поставим иконочку. Назовем ее Menus. Так, все, Next. Finish. Давайте скопируем сейчас один пункт. Берем. Вот. Ставим его. Называем. Ну, ID-шник даем. Может любой дать. Ну, я дам вот так вот. Menus Item. Иконочку подключаем. Menus. Давайте строчку, чтобы все правильно было с самого начала. В строки заходим, копируем строчку. Спускаемся вниз. Menus. И здесь называем ее так же. Menus. Так, это мы сделали. Теперь вот здесь, значит. Во-первых, что мы должны делать? Нам нужно сделать так, чтобы при клике, при табе вот по первой иконке вот этой выходили две вот эти иконки. Для этого мы выбираем здесь закрывающийся символ. Делаем полноценный закрывающийся тег. Вот так вот. Так, отлично. Внутри него открываем тег меню. Вот так вот делаем. И внутри вот этого меню уже размещаем вот эти две иконочки. И все, больше ничего дополнительного для этого пункта не нужно создавать. Не нужно никакие методы прописывать. Он же по умолчанию выведет вот эти две иконки. Только знаете, что мы должны сделать еще? У нас же вот эти иконки, они будут выходить на белом фоне. Поэтому нам нужно их перекрасить. Для этого мы переходим в Drawable. Нам нужно User и Setting. User и Setting. И тут где User, получается, у нас мы должны здесь показать такую иконку. Написать Android, ну где вот тут перекрашивание происходит. Мы должны с вами написать собака. А даже не собака, а Color Primary подойдет здесь. Давайте в Design перейдем, посмотрим. Вот так вот есть ли еще. Color Primary. Design. Ну пусть так будет, да. И чтобы это все не вводить заново, мы давайте скопируем. И то же самое в сеттинге сделаем. Просто цвет это для наглядности нужно, чтобы вы видели, как все работает. Все. Теперь можно смело собирать проект. Кликаем по иконке сверху справа. Выезжаю под менюшка. И тут User можно поменять на сет. В общем, так это все работает. Вам нужно сделать верхний топа бар. И в приложении, которое вы делали на прошлом в блоке, где мы делали Bota Navigation. Снять видео, как вы делали. И перечислять мне WhatsApp, чтобы я проверил. Далее программа обучения будет следующая. Мы должны с вами в следующем блоке разобрать, как делается главное навигационное меню. Вы сейчас пример видите на экране. То есть, это самая главная навигация. Затем мы должны также с вами изучить, как делается нижний обар, то есть Bottom обар. Затем, я думаю, мы должны пройти такие элементы, как материальная карточка, обычные стандартные элементы, обычная кнопка, кнопка изображения, изображения, различные переключатели, линейки. И вот все, что повсеместно во всех мобильных приложениях делается. Затем мы должны будем пройти с вами ViewPager. ViewPager это, по аналогии с сайтом, это слайдер, который можно мотать. Также мы можем в этом блоке, где будем изучать ViewPager, мы пройдем с вами Flipper. С помощью Flipper делается, легко очень делать приложение книжки. Там более плавное листание происходит. Ну и дальше, наверное, нужно будет пройтись по стандартным элементам материал дизайна. Потом нужно будет, перед тем, как мы приступим к изучению Recycle Review, мы должны с вами будем, я вам фильм подготовлю об основах языка программирования Kotlin и в принципе про программирование, про ООП, чтобы вы могли понимать, как все устроено. И дальше мы можем уже углубляться в архитектуру. И когда мы уже будем знать, какие элементы, вы будете знать, какие элементы на экране можно отображать, что, какие условия предоставляет Android для этого, можно уже погружаться на более сложные уровни, изучать ViewModels, LiveData, можно архитектуру изучать, изучать базу данных на сервере, базу данных на устройстве, про миграции одной базы данных в другую, и вот все такие сложные штуки мы тогда уже можно начинать изучать. Но сейчас нужно разобраться во всех элементах Android и компонентах Android приложений. В общем, делайте домашнее задание, присылайте мне на проверку.